как для совсем маленьких, особенно если речь идет о творческих процессах. Как бы ты не стремился повторить результат с чужого примера, у тебя не получится. Даже если ты точно след в след будешь идти за мастером, все равно у тебя получатся свои собственные шаги, и они будут отличаться от тех, которым ты следуешь. Я сам хотел бы раньше понять, что не надо в точности повторять чужой творческий пример. В творчестве ты или свободен, или никто. Поэтому такие творческие видео о рисовании я стараюсь делать без излишнего менторства. Если вас вдохновляет чье-то творчество, и вы хотите повторить его, важно осознать, что именно вы хотите повторить. Такой же процесс или такой же результат. Потому что если вернуться к началу, в творчестве у вас не получится тот же результат, если соблюдать ту же технологию. Творец сам увлекается и отступает от правил. И вы не знаете, в какой момент это происходит. Но то, что он нарушает правила, это совершенно точно. Поэтому он и называется творец. Не зря существует изречение, если двое делают одно и то же, то это не одно и то же. Если даже вы просто копируете чье-то творчество, вы уже творите, вы учитесь творить. Главное, во время этой учебы побольше отвлекайтесь и почаще нарушайте правила игры. Если надо скопировать, есть копировальный аппарат. А творчество ценится именно потому, что в нем нарушаются правила. Ну а остальное, как в жизни, чем больше нарушений, тем дороже результат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!